Всем привет привет вы на канале вот гсн и сегодня мы с вами будем обозревать экселсера которого выложили за полторы тысячи золота на продажу в составе набора за полтора косаря голды вы можете приобрести себе машину которая продается просто в дереве исследования за 2400 то есть уже экономите 900 если экселсер вас интересовал плюс нагрузку вы получаете два контейнера с кастомизацией из чего можно Вы можете достать себе чего-нибудь красивенькое интересненькое 7 дней према что кстати довольно хорошо потому что в последнее время как вы знаете с премами у нас беда прям бедовая нет уже больше сертификатов в контейнерах ну и соответственно прем аккаунт ценится довольно таки неплохо есть обалденный камок который действительно красиво смотрится на экселсере я люблю вот такие вот строгие камуфлежи поэтому этот мне заходит есть x5 в количестве 10 штук на экселсера который поможет вам фармить элитный опыт как минимум и есть открытое все оборудование на пятом уровне не такое уж и дорогое но все равно большое спасибо полтора косаря голды стоит или не стоит как вы знаете есть три прем танка на этом уровне это t14 черчилль третий и экселсер и мне экселсер нравится больше всего мы сейчас обязательно заценим и технические характеристики экселсера и выгоним его из ангара и посмотрим на его броню короче сделаем все возможное для того чтобы вы смогли плюс минус обладать всей информации необходимой вам для принятия взвешенного решения покупать или нет но для начала скажите мне пожалуйста что вы видите на данном превью лично я увидев такое превью в ютюбе подумал бы что в видео рассказывается что в игре можно забрать 3250 абсолютно свободно и халявно еще и горы золота получать за победы в боях и каково будет мое разочарование да и думаю ваше если вы узнаете о том что в данном видео рассказывалось бы о том что 3250 вы можете купить в магазине потому что выложили на продажу по стандартной для них цене а горы золота это то что вы можете получать играя с бустерами я лично расстроился бы очень сильно если вы против клик бейта скажите мне пожалуйста зачем вы до сих пор подписаны на те каналы на которых ими постоянно злоупотребляют мастодонты которым просто нужны ваши просмотры мне часто говорят по поводу того что и мне необходимо заниматься клик бейтом чтобы просмотры собирать но мне лучше 2000 ваших просмотров с вашим хорошим настроением чем 40 тысяч просмотров от обманутых мною людей спасибо вам большое за доверие подписывайтесь на канал поддержите мое начинание я вам буду безумно благодарен и так ребят экселсер что собой представляет по техническим характеристикам сразу пройдемся но и дальше побежим по дороге в сторону боя что касается орудия орудия очень прикольно очень интересно и благодаря хорошему времени перезарядки в 5 и 8 но есть один нюанс которому вернемся на разброс и время сведения необходимо смотреть в бою заявленные цифры крайне крайне устрашающие в бою не настолько страшные но и не прям идеальные врать не буду белки в глаз стрелять вы точно не будете средний урон 160 единиц и классный урон почему потому что на 6 левеле такие цифры как правило навешивают на многие танчики но ребят 160 единиц альфы это далеко не предел и на пятом уровне есть машины гораздо интереснее углы склонения вниз минус 13 к ним мы вернемся что касается ребят времени перезарядки почему я говорил что вернемся чуть позже потому что пробитие ребят 110 и его действительно очень ну очень и очень и очень сильно не хватает на уровне а особенно с учетом того что экселсера очень часто бросает к шестеркам и вот против тяжей 6 уровня вам противопоставить в принципе нечего так вот ребят можно улучшить можно улучшить себе в принципе не на много всего лишь на 5 миллиметров но это хотя бы что-то и в таком случае вы будете иметь себе орудие уже с пробитием в 115 но со временем перезарядки чутка повыше 623 я лично вот так и играю сейчас по одной простой причине потому что пробоя не хватает ну прям совсем в край что касается сравнение с другими машинами в других машинах ребят вы можете увидеть что альфа действительно не прям вау-вау 160 это не так уж и много есть двести двадцать пять у бдр ам есть двести восемь десятую митсу 108 и есть 200 у к в 1 но все таки ребят ни одной эльфой сыт будешь посмотрите на дпм самый высокий дпм именно у трех наших премиумных машин и кстати в принципе если вы посмотрите на технические характеристики то все три машинки обладают практически одинаковым орудием что касающиеся пробоя время перезарядки вообще один в один ну и соответственно альфа та же самая дпм заявленный короче говоря ребят эти машины по орудиям практически одинаковые так чем же экселсер отличается от всех вот этих вот товарищей кто-то скажет здесь не хватает мы джая но ребят мы джа это барабан и не надо сравнивать барабанное орудие с цикличными пушками так вот ребят он отличается в первую очередь скоростью скорость это его плюс потому что если вы посмотрите на скорость машин остальных вы обратите внимание что они гораздо более унылые и менее подвижны и особенно тот же самый товарищ черчилль который черчилль 1 это ну просто вообще имба имба улиток я бы так это назвал ну а что касается экселсера 39 вполне бодренько позволяет передвигаться по карте мощности двигателя больше чем достаточно для того чтобы подниматься в горку короче говоря по подвижности по маневренности машинка действительно классная да митсу гораздо лучшим вот в этих показателях все таки ребят камо камон и так ребят доходность 153 процента 153 процента это безусловно меньше чем у т-14 но на т-14 вам придется все-таки немножко больше попотеть для того чтобы собрать то же самое в серебре что на excel сервис его 153 процентами доходности ну а черчилль 3 в принципе равен excel сервис но с учетом меньшей подвижности соответственно менее реализуемая машина для того чтобы ну где-нибудь нормально мотаться по карте что касается процента побед да безусловно есть два товарища которые имеют процент побед повыше это проходные машины но ребят среди всех остальных в том числе и премиумных обратите внимание на целых три процента а то и три с половиной процента количество точнее процент побед у экселсера реально выше что касается брони и помните я говорил по поводу того что мы вернемся к углам склонения так вот углы склонения орудия если вы вот прям склоните орудие и сможете стоять вот так вот то в принципе вас это не спасет по одной простой причине потому что как я уже говорил башня и в принципе передние бронелисты тут как раз есть передние бронелисты а есть верхний и нижний а можете неправильно называю короче говоря напишите в комментариях может поправит кто так вот ребят если вы даже будете отыгрывать от неровности пытаясь таким образом танковать и играть от башни вас это не спасет потому что 124 с приведенкой при том что 120 без нее поэтому толк есть от этого угла склонения вниз только в том что вам удобнее прицеливаться не более того отыгрывать от башни как я уже сказал у вас не получится в принципе брони в танке очень мало 120 против шестерок но тебя просто прошивают всем кто попала ну кому не лень что касается того чтобы отыгрывать как-то там от бортов тоже не особо вы будете отыграть ромбом потому что если даже вы ромбом как-то там станете под каким-то углом под каким-то углом ставить давайте вот так допустим то здесь у вас будет 127 и что есть толк нет что касается вот здесь 125 ну короче говоря ребят особо ну честно не попадаетесь вы ни ромбом не боком никак ну а что касается кормы да здесь в корме типа есть запас прочности который просто позволяет вам не отхватывать фугасы но в принципе если хорошенько прицелиться то вот сюда вот фугасик там где 31 брони он влетит просто мама не горюй но если снять защитные вот эти экраны то он соответственно здесь вся та же самая броня оголяется поэтому бронебойные сюда будут лететь ребят ну прям мама не горюй что касается других двух товарищей то черчилль особо не отличается там немножко по-другому перерисовано в целом плюс-минус то же самое т-14 да безусловно пободрее именно благодаря вот этим вот скосом приведенки но опять-таки верхний бронелист ребят 131 как бы ты там не отыгрывал тут не знаю ну до 140 вы доведете это максимально но зато можно отыгрывать плюс-минус как-то ромбом здесь повеселее существенно поэтому ребят excel сэр далеко не имба брони но зато очень подвижная и интересная машина если ты им в принципе сможешь не совладать ну что друзья давайте забросимся с вами в первый попавшийся бой и посмотрим на что эта машина способна я не часто экселсера выкатываю больше как-то вот по такому знаете фану когда хочется чем-нибудь заняться не знаешь чем и просто берешь первую попавшуюся машинку которая в глаз тебе падает листая весь свой многочисленный ангар экселсер машина далеко не для всех и сказать что полторы тысячи это цена за имбу нет вот когда была цена две с половиной тысячи за франкенштанг а когда за две тысячи можно было взять су 100 и грек я всем всем говорил что ребят обратите пожалуйста внимание на эти машины они стоят вашего внимания стоит ли внимание экселсер я думаю что да он стоит он достоин и в первую очередь это связано с тем что это все-таки премиумная машина пятого уровня что она стоит дешевле чем каму на некоторое транспортное средство ну и в принципе это довольно неплохой выбор для тех игроков которые новенькие в игре которые хотят пофармить себе немножко серебра на чем-нибудь и еще не добрались куда-нибудь на восьмой уровень и смогли насобирать себе небольшое количество золота вот в таком случае экселсер действительно является одним из лучших наверное выборов потому что более годного сочетания прем машины с ценником ну в игре в принципе не сыщешь тем более на пятом уровне кто-то скажет что нужно подкопить дом хорошей премиумной машины восьмого левела но ребят давайте будем говорить откровенно хорошие машины восьмого левела они продаются с ценниками стартуя где-то тысяч хотя бы от шести с половиной на черную пятницу поэтому ребята получается что товарищ экселсер наверное будет лучшим выбором по поводу брони как видите сейчас меня пробили вот абсолютно спокойно в башню она же здесь и является маска и орудия параллельно ну и особо удовлетворение от этого не получаешь однозначно на нем необходимо играть ну прям очень очень аккуратно вообще желательно ехать куда-нибудь на направлении ст-лт я сейчас этого не сделал по той причине что на направлении ст-лт вообще никто не поехал ну и соответственно мне самому там делать особо нечего было не могу найти себе место нормально в боем выезжаю сразу прилетает в башню не сильно комфортная карта для этой машины ну давай покажись уверен что ему сейчас нанес урон прям на все сто процентов уверен и и и и и и и откровенно говоря машина отыгрывается тяжеловато если тебе не повезло с разъездом потому что если вдруг твои союзники там как-то непонятно раскатились то в целом ну у тебя в принципе вариантов особо нет танковать тебе как я уже говорил не чем идти куда-нибудь в прорыв не получится так очень хочу джексона подстрелить немножко нет не хватает да и меня на удивление джексон пробить не смог хотя бы тэшка и шестого левела так попробуем немножко голдой вооружиться и наверное все таки психану поеду куда-нибудь в прорыв потому что стоять дальше вообще никакого смысла нет тем более в любом случае здесь будет победа я уже хочу хоть что-нибудь сделать и обязательно сейчас вами запрыгнем следующую катку потому что это дюбитное выступление хромого танцора это вообще ни о чем орудие точностью да порой поражает да ну что ж такое то а ладно время сведения на больших расстояниях оно просто безбожное пока ты сведешься соперник 40 раз куда-то отъедет поэтому ребята рассчитывайте на то что нормально играть на дальних расстояниях у вас однозначно не получится это абсолютно не то орудие которое сможет вам это позволить да и честно говоря блин уже если бы хотя бы оно сводилось и точно било тогда уже хоть как то а когда ты реально блин стреляешь в молоко постоянно но не очень сильно радует итак смотрим на результаты я думаю что результатов там как таковых не будет как вы сами видели ничего годного ничего хорошего там не получилось не мог найти себе абсолютно место как только начинал выкатываться меня сразу прилетало и сразу становился самой заветной целью ничего другого ребят не остается кроме как еще раз закинуться в катку и попытаться там что-то сделать если я правильно помню то раньше экселсера гораздо реже бросала к шестеркам и на нем тогда игралось гораздо комфортно сейчас по непонятной абсолютно для меня причине экселсер он постоянно шестерками встречается и таким образом получается далеко не во всех боях вы действительно ну хороший довесок в команде вы вроде бы тяж и на вас должно все держаться то есть вы именно та основа в команде на которой все выстраивается но ребят счетом выстроишь если основу разносят абсолютно спокойно сбейте с табуретки одну ножку ну и попросите будете после этого на нею сидеть сейчас повезло сейчас мы попали с вами в бой в котором есть четверки и пятерки и мне почему-то кажется что в этом бою экселсер должен показать себя гораздо лучше то что на нем сейчас будет гораздо комфортнее это точно не совсем я понимаю мы джая мог бы меня немножко там как-то что-то поддержать хедзер ну ладно окей хорошо в принципе ребята плюс-минус правильное решение грамотное приняли три тяжа зачем с ними бодаться поехали пока поразносим ст-шки лт-шки а потом уже тяжами попытаемся закусить как я говорил по подвижности машина очень классная как видите сейчас даже по песку я вполне спокойно еду никаких сложностей у меня это не вызывает я не еду так как ездят на т2 допустим скрипя зубами короче говоря еду абсолютно спокойно а вот и тяжелые танки подъехали к нам в гости как так как так я удивлен я наконец-то смог пробить ладно шутки шутками поехали дальше попадаемся как я уже говорил играть на этой машине против товарищей своего уровня это не то же самое что пытаться бодаться с шестерками углы склонения то что я говорил они не помогают вам отыгрывать от башни так чтобы танковать но они однозначно помогают вам в том чтобы прицеливаться было существенным существенно ребят комфортней так чуть чуть ниже вот так вот но совсем другое дело вот совсем другие ощущения совсем другой эмоциональный какой-то такой вот внутренний напор сразу выходит из тебя позитива который сразу хочется куда-нибудь закинуть вот допустим вот этого вот товарища и его таким образом закинуть в ангар ну что поехали дальше не сильно ребятам нравится красным то что здесь сейчас происходит однозначно и обратите внимание что сейчас я не являюсь самой желаемой целью все таки есть ребята которые более мягкие ну и соответственно на них все свое внимание обращают бедная матильда ничего мне сделать не может но зато я могу сделать ей я буду продолжать это делать до тех пор пока мы здесь не останемся с зелеными на едини да не везет сейчас этому товарищу мне его честно говоря жалко но ничего другого не остается кроме доесть его и будем заценивать с вами результаты боя вот так вот и получается что играя на данной машине левелом выше вы никчемный абсолютно ни на что не способный боец в вашей команде но как только вы попадаете на свой уровень вы реально хищник который просто раздирает всех в охлапки в мелкие друски 1550 нанесенного урона 4 фрага знак классности второй степени что касается серебра да не сильно много сравнивая с восьмерками но все-таки мы получаем с вами сорок семь давайте округлять тысяч серебром что я лично для пятого уровня считаем довольно неплохим фармом серебрушки ну и в нашей команде по урону мы занимаем честно и заслуженное первое место и я считаю что машина действительно достойна того чтобы ее приобретали те у кого не так уж и много золота вот если у вас голды прям совсем мало и вы понимаете что в ближайшее время вы не сможете приобрести себе чего-нибудь дороже то тут у вас выбор один из двух либо приобрести себе экселсера либо подождать пока появится на продаже что-нибудь типа су сто игрек за 2000 либо тот же самый франкенштейн за две с половиной ну а на данный момент у меня все покупатели нет безусловно решать вам я не агитирую ни в коем случае никогда не буду этого делать wargaming меня не купил и не платит мне ничего за то чтобы я его продвигал ну и он меня тоже не продвигает как вы видите по количеству подписчиков и только вы можете на это повлиять спасибо большое за просмотр подписывайтесь на канал возвращайтесь я всегда вам рад на данный момент у меня все всех благ всего хорошего мира друзья мои и обязательно спокойствие пока пока